Добрый-добрый день, уважаемые зрители моего канала! Вот такое видео мне прислала сегодня подписчица. Это Redbro курочки в возрасте 1 год с жировым гипотозом. Друзья, не допускайте ошибок, не кормите кур пшеничкой. Если вы заметили, что яйценоскость спала и куры начинают погибать, кормите овсом. Посмотрите дальнейший ролик, который будет в конце видео. Друзья, решила я дописать видео. У меня есть ролики на эту тему. Про то, как мы весной всю птицу переводим на диету. От двух недель до месяца. В зависимости от того, в каком состоянии. Не бойтесь, за этот месяц ваша птица, которая будет получать только овёс в корме, не похудеет, не заболеет и тем более ничего плохого с ней не случится. Такие результаты ожирения птицы, гипотоз печени, бывают после того, как в видео уже сказано, вы даёте много пшеницы. Этого делать нельзя. Максимальное количество пшеницы зимой, когда птица мало двигается, это 10% от всего корма. Если кормить больше, то, в общем-то, вот такие вот печальные истории получаются. По весне хочется получать яйцо, а куры не несутся, заболевают и бывает даже погибают от этого. Как давать овёс, смотрите дальше. Будет ссылочка на видео. Нажмёте на это видео и посмотрите. Я даю сухой, не замоченный. Ну, могу замочить первый раз, чтобы куру просто начали его есть, распробовали, как говорится. А вообще даю сухой и на протяжении месяца. Птица несётся, заболеваний яйцевода не бывает, печень здоровая. И, в общем-то, так поступаю каждый год. Это у меня научили птицеводы с очень большим стажем. Ребята так делают сами. И, в общем-то, я тоже последовала их примеру, о чём не жалею. Всем советую. В общем, тем, кто перекормил птицу зимой, переведите на овёс. Хотя бы на пару недельчик. Овёс и вот травка, зелёнка, капуста, что-то такое. Ну, диета, в общем-то, такая птичья. Всё, всех была рада приветствовать. Пока.